Радио «Вера» представляет Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали в середине III века при императоре Декии. Правитель восточных областей Аквиан заточил в темницу 370 христиан. Их принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам. Заключенных предавали пыткам, надеясь, что муки и угроза смерти заставят их поступиться верой. Местный житель Парамон не был христианином, но, видя, как издеваются над его соседями и друзьями, он открыто обличил жестокость правителя. Восхитившись стойкостью христиан, он сам исповедал Христа. Тогда Аквиан приказал схватить Парамона. Его вместе с другими пытали и казнили. В православной церкви литургия совершается на особом плате, антиминси, в которой заключена частица мощей святого или мученика. Так подчеркивается связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Это также указывает на мучеников, как на основу и фундамент церкви. Сегодня мы молитвенно просим мученика Парамона и 370 христиан, пострадавших вместе с ним. Молите Бога о нас. Преподобный Акакий Синайский жил в первой половине шестого столетия в монастыре святой Екатерины у священной горы Синай. Его имя в переводе с греческого означает «незлобивый», «кроткий». Повествование о монахе известно нам из произведения «Лествица» преподобного Иоанна Лесточника. По преданию, юный Акакий был в послушании у опытного старца, который отличался суровостью. Он часто ругал Акакия и даже бил его. Монах никому не жаловался и смиренно нес свой крест. Через девять лет Акакий скончался. Его наставник поведал другому старцу о случившемся. Тот усомнился в смерти еще недавно здорового юноши. Вместе они пришли в склеп. «Акакий, умер ли ты?» — обратился к гробу сомневающийся старец. И тут произошло чудо. Юноша, оказывая послушание и после смерти, ответил, «Обязавшемуся творить послушание невозможно умереть». Суровый наставник Акакия раскаялся в своей жестокости, ушел в затвор и остаток дней провел при гробнице ученика. Зная это предание, знаменитый русский писатель Николай Васильевич Гоголь назвал именем Акакий Акакиевич незлобивого и кроткого персонажа повести «Шинель». В святых мы почитаем не безгрешность, безгрешен только Бог, не чудеса, которые тоже творит лишь Господь, не пророческий дар или способность к самоограничениям. Церковь чтит в своих праведниках, в том числе и в преподобном Акакии, благодать Божию, которая в них просияла. Она сделала их, по словам Иоанна Дамаскина, чистыми жилищами Божиими. Сегодня мы просим преподобного Акакия, моли Бога о нас. Святитель Сатурнин был в числе первых семи проповедников христианской веры в Галлии. Он родился в конце II века в знатной греческой семье. Мы мало знаем о жизни Сатурнина, да и его епископского служения. Известно, что он получил хорошее образование, был искусным оратором и занимал высокое положение. Но, следуя призыву Христа, Сатурнин оставил все и отправился к границе Римской империи, к племенам, считавшимся отсталыми и дикими. Он проповедовал на юге нынешней Франции, а также в Испании. Однажды Сатурнина схватили язычники. Он ожидал неминуемой расправы, но по преданию случилось чудо. Оковы пали, а ворота темницы распахнулись. Сияющий ангел освободил проповедника. Сатурнин отправился в Тулузу, где его трудами вскоре возникла сильная христианская община. Сатурнина избрали епископом. По его молитвам не раз происходили исцеления, а его проповеди наполняли сердца слушателей горячей веры. Но у епископа Тулузского было немало врагов. Однажды он проходил мимо языческого храма, где начиналось жертвоприношение. Кто-то закричал «Вот враг нашей веры, воздадим ему за оскорбление, наносимое нам самим и нашим богам». Сатурнин спокойно ответил «Я знаю лишь одного бога истинного. Из чего мне бояться ваших ложных богов, если вы говорите, что это я их устрашил?» Разъяренная этими словами толпа набросилась на епископа и растерзала его. Память епископа Тулузского была увековечена в храме, освященном в его честь. Эта старейшая церковь Тулузы по-французски называется «Сен-Сарнен». Мы восхищаемся подвижничеством и целеустремленностью святых, а почитаем их за то, что они смогли воплотить замысел Божий о человеке. Ведь все мы призваны к святости. Сегодня церковь празднует память священномученика Сатурнина Тулузского и просят его «Моли Бога о нас». Священномученик Авив, епископ Некресский, считается одним из основателей грузинского монашества. Он был одним из двенадцати учеников преподобного Иоанна Икалцкого. Все они пришли в Грузию в VI веке. По просьбе грузинского царя Авив принял сан епископа города Некресси в Алозанской долине и стал настоятелем Некрессского монастыря. В это время Кахетию захватили персы, которые повсеместно насаждали зероастрийскую религию. Епископ Авив ходил по городам и селам, истребляя суеверие и призывая народ не оставлять христианскую веру. Епископу удалось обратить в христианство многих персов. Персидский правитель, обеспокоенный успешной проповедью святителя, приказал доставить его к нему. Представ перед персидским сатрапом, святитель отказался принять зероастризм и обличил перса в идолопоклонстве. Авива подвергли пыткам, после чего он мученически скончался в селении близ горе. Мощи святого ныне пребывают в Мцхетском Самтаврском соборе. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся сегодня к священному ученику Авиву, как к самолитвеннику, и просим, моли Бога о нас. Священный мученик Сергий Кочуров родился в 1892 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Долгое время он служил в различных деревенских храмах Рязанского края. В 1929 году от священника потребовали уплатить непосильный налог. За неуплату власти отобрали у семьи все имущество. Кочуровы скитались из одного села в другое, так как храмы закрывались один за другим. Весной 1940 года отца Сергия арестовали по доносу. Священника обвиняли в том, что он рассказывает, как его выгнали из дома, и тем самым клевещет на советскую власть. Ему также приписали слова поддержки фашистской Германии. Обвинение отец Сергий отверг. И хотя никаких доказательств вины не было, Иерея Сергия Кочурова приговорили к восьми годам лагерей. Священник выдержал только один год лесоповала. В 2000 году священномученика Сергия Кочурова прославили в лике святых. В годы гонений на русскую церковь в XX веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы обращаемся сегодня к священномученику Сергию. Моли Бога о нас!